Добрый день, уважаемые магистранты! Сегодня мы начинаем дисциплину бренд-менеджмента. И сегодняшняя тема у нас – история бренда. Инструментарий брендинга сильно изменился, а сам брендинг возрослел, вобрав в себя множество неявных и поначалу неизвестных аспектов, со временем превратившихся в его отдельные направления, считающиеся поначалу частью маркетинга или даже относимы к рекламе, брендинг постепенно превратился в важнейший инструмент менеджмента, позиционирования и достижения долговременного финансового успеха, управляя при этом и рекламой, и маркетингом, и связью с общественностью, и подбором персонала, и корпоративной культурой. Брендинг как массовое явление и предмет внимания специалистов по маркетингу и продажам впервые появился в 14 веке с выводом на рынок первых марочных быстропродаваемых товаров массового потребления. Хотя отдельные упоминания о торговых марках встречались и существенно раньше. Например, еще в древнем Риме было фабричное клеймо «Фортис», которое стало настолько популярным, что его даже начали копировать другие производители. Однако в те времена брендинг был чем-то на уровне клеймирования скота и играл лишь маленькую толику своей нынешней роли в обществе. Первые упоминания о брендинге относятся к концу 19 века и связаны с деятельностью компании «Проктер и Гэмбл». В 1878 году Джеймс Норрис Гэмбл, дипломированный химик, сын одного из ее основателей, объявил, что в результате испытаний компания создала мыло, способное понравиться покупателям. Это было белое нежное мыло, которое отлично пенилось, смывало грязь, дезинфицировало и не тонуло в воде. Гэмбл назвал его «белое мыло». Однако его партнер Харли Проктер настаивал на том, что новое мыло достойно более оригинального, запоминающегося названия и предложил сочетание «Ivory Palaces», услышанное им на воскресной службе в церкви. Таким образом, на рынке появился бренд мыла «Ivory Soul». Некоторое время спустя была запущена национальная кампания по продвижению первого бренда под девизом 99,44% частоты. Так, впервые в истории на рынок был выпущен бренд с литичными свойствами, оригинальным названием и запоминающимся рекламным слоганом. В конце 19 века индустриализация постепенно перемещала производство многих домашних товаров повседневного спроса, например, таких, как мыло, на крупноцентрализованные фабрики. Эти фабрики, производящие серийную продукцию, должны были продавать их на более широких рынках, чем прежде, при том, что покупатели в те времена были знакомы лишь с товарами местного производства. Производителям стало очевидно, что упаковка мыла, содержащая на себе лишь родовозное значение продукта, имеет значительные трудности со сбытом, ввиду сильной конкуренции с местными, более известными и привычными для потребителей продуктами. Производители массовых товаров были поставлены перед необходимостью убедить рынок доверять товарам неместного изготовления. Одними из первых брендированных продуктов стали супы «Кэнглс», овсяные хлопья «Пуакро-Отс» и газированный напиток «Кока-Кола». Пионерами брендинга считаются несколько лидеров. Поворотным моментом для брендинга, да и для всего бизнеса XX века, стало появление в США дизайнера Вальтера Ландора, сына знаменитого немецкого архитектора. Ландор родился в Мюнхене в 1913 году. Свою карьеру начал в Лондоне, где в 23 года стал молодым членом Королевского общества искусств. После поездки в США в 1939 году для работы над британским павильоном на всемирной выставке Вальтер просто влюбился в Сан-Франциско. Именно там в 1941 году он основал Вальтер Ландор и Ассоциэйшн, первое в мире бренд-консалтинговое агентство. Вальтер Ландор был одним из первых, кто применил брендинг и дизайн в качестве инструментов для стратегического управления бизнесом. Первые проекты Ландора были созданы за самодельным рабочим столом в помещении, которое одновременно было и его кабинетом и спальней. Работая над формой и дизайном упаковки, он руководствовался своим исключительным чувством стиля. Популярность и репутация компании растли стремительно. После окончания Второй мировой войны во всем мире возник рекордный спрос как на промышленные товары, так и на товары народного потребления. Повсюду создавались новые компании и новые бренды. А появление телевидения позволило производителям выходить с рекламы их марочной продукции на многомиллионную аудиторию. Брендинг стал активно востребован бизнесом. В роковых годах агентство Липпингтон и Марквайс стало одним из первых в мире бренд-агентств, специализирующихся на разработке упаковки и дизайне коммерческого производства. В 1959 году Лондор стали нанимать собственных специалистов для изучения поведения потребителя при выборе товара. С помощью моделирования процесса покупки и изучения реакции потребителя на различные визуальные стимулы, Лондор стремительно увеличили свои знания о мотивации потребителей. Затем эта информация ложилась в основу дизайна упаковки. Стремление Вольтера Лондора экспериментировать с новыми материалами, такими как полиэтилен, фольга, а также его смелость вводить новые цвета, текстуры и формы в дизайн упаковки, как нельзя более соответствовали послевоенной потребительской культуре. В результате послевоенного потребительского бума массовый маркетинг активно развивался, создавая буквально новые потоки товаров во всех категориях. Повсеместное распространение универсамов и универмагов требовало, чтобы упаковка не только защищала товар или сообщала покупателю о производителе продукции, но и чтобы она могла в доле секунды фокусировать на себе взгляды потребителей и выделяться на полке магазина. Компания Браун одной из первых осознала необходимость применения единого фирменного стиля, как для своей рекламы, так и для оформления продукции. Под руководством своего ведущего дизайнера Титара Рамса в 1950-е годы она начала разрабатывать новый дизайн своей продукции и последовательно транслировать его на стиле всей своей коммуникации. Стиль Браун превратился в целую программу и на длительный период закрепил за компанией инновационный имидж. В качестве других примеров одних из наиболее ранних моделей программ по фирменному стилю в Европе можно назвать такие компании, как AEG и Оливити. В Америке фирмы-консультанты в области Corporated Identity выросли прямо из офисов по промышленному дизайну, которые в основном специализировали в дизайне продуктов, но гордились тем, что они универсальны, поэтому и занимаются и упаковкой, и архитектурой, и графическими коммуникациями. Революционные программы в области фирменного стиля появились в 50-е годы у таких компаний, как Dixie, KingsCase, Herbert Matter и Polarender. В начале 60-х две компании, специализирующиеся на дизайне упаковки, начали все больше и больше фокусироваться на фирменном стиле. Это были компании Landora Associates и Lipitone McQuayle. При этом компания Вальтера Ландора начала составлять свое портфолио по фирменному стилю еще в 60-е годы, но по-прежнему оставались дизайн-агентством по разработке дизайна упаковки вплоть до 80-х. Этот баланс между корпоративным и товарным брендингом помогал компании Landora в течение многих суровых лет и теперь позволил им достичь такого высокого уровня. Однако это были лишь первые примеры из практики наиболее продвинутых компаний. Как новая индустрия, дизайн-консалтинг появилась чуть позже, отнюдь не представляла собой золотую жилу. Вот как описывает 60-е годы прошлого столетия Волли Оллинс, основатель агентства Wolf Hollins и один из основоположников брендинга E-Corporating Identity. Я узнал из буклетов в кофейнях и по телевизору, что 60-е были золотым веком для креативного бизнеса. Каждый чувствовал себя свободным и независимым. Может быть, но только не такие, как я, работающие в маленьком бизнесе, весьма хрупком в финансовом плане. В Волли Оллинс у нас работало 12 человек. Контора размещалась в витрине магазина на парк в Гамблетт-Таун. У нас была уйма талантов, графические дизайнеры, дизайнеры упаковки, архитекторы и даже маркетологи. Это было начало взаимодействия таких сфер, как маркетинг и дизайн. Компания назвала себя дизайнерским консалтинговым агентством. Мы пытались выжать подбираемые с обеих сторон претензиозным, узким, сосредоточенным на себе миром дизайна и коммерчески успешным скандальным миром рекламы. Это не было чисто дизайнерское агентство. Не было толком даже дизайнерской литературы. Была пара рекламных журналов с иллюстрациями итальянских туалетов или датской осветительной арматуры. В начале своей деятельности Волф Оллин занимались оформлением выставочных стендов, упаковкой, брошюрами и системами указателей. Термин corporate identity только был изобретен. А брендами тогда называли этикетки на баночках с вареньями или пачками стирального порошка. В результате работы таких дизайн-консалтинговых агентств, как Вандорф, Вов Оллинс, Липпингтон Мерсер и таких дизайнеров, как Пол Рент, Лестер Билл, Уильям Голден, понятие corporate identity превратилось в мощный инструмент, позволяющий компаниям распространять информацию о своих брендах в глобальном масштабе, оставаясь при этом безошибочно узнаваемыми своими потребительскими аудиториями. Подобно стратегическому консультированию, благодаря Макинске, возникшему из аудита, гухучета и осознания появляющейся потребности бизнеса в предоставлении консультации по вопросам управления, бренд-консалтинг является относительно новой формой услуг и появилась как самостоятельная отрасль лишь в 1960-е годы. В 1960-е годы единственными компаниями, которых заботили коммуникации, были рекламные агентства. Они занимались тем, если у вас возникала коммуникационная проблема, вы обращались в рекламное агентство. Они решали проблему. Логотипы, символы, как их стали там называть потом, агентства делали их. Упаковка тоже. Выставочные стенды. И этим занимались рекламные агентства. Многие с рекламными агентствами относились к нам с презрением и непониманием. Мы, Вов Олин, стали известными благодаря тому, что делали вещи, которые были не под силу рекламным агентствам. Нам везло. Мы делали оригинальный дизайн для ресторанов «Леонс». Разработали фирмы «Стиль» для компаний «Химчисток», компьютерной компанией «English Electron Computers» и газовой компанией «Босс». Далее были другие крупные компании, вспоминают Воли Олинс. В 1964 году главный офис «Ландор» переехал в Кламос, бывший паром, купленный «Ландором» на аукционе по минимальной цене, который с тех пор является фирменным флагманом компании. Построен в 1924 году, Кламос использовался как паром в заливе Сан-Франциско в течение 32 лет, пока не вышел на пенсию в 1956 году. Вальтер Ландор обнаружил Кламос сидящим на отмеле и приобрел его по бросовой цене 12 тысяч долларов. С 1964 года штаб-квартира «Ландор» находилась именно на Кламос, который создавал ту особенную атмосферу творчества, которая будоражила воображение и вдохновляла сотрудников «Ландоры» и гостей, и клиентов компании. Кламос быстро стал местом полотничества известных людей, высокопоставленных чиновников, а также клиентов «Ландор». Том Волф однажды окрестил его флагманом дизайна упаковки. Будучи знаменитым своими вечеринками, Кламос привлекал таких посетителей, как Машелл Маклухан, Джон Си Скотт, Энди Уорхол и других, а также многих известных популярных групп. Изысканное оформленное судно стало местом, где родились многие величайшие мировые бренды, также на Гламос разместили знаменитый музей антифартной упаковки и плавучая лаборатория для исследования причин, способных повлиять на предпочтение потребителей при выборе товаров в супермаркетах. В 1965 году Гордон Липпинг Котт, который отвечал в Липпинг Котт за разработку дизайна интерьера и дизайн продуктов, вышел из бизнеса. Маргулес, великолепный маркетолог, которому удалось привлечь очень много толковых людей, все свои силы направил на укрепление развития направления corporate identity. Компания выполнила проекты в области фирменного стиля для RCA, Chrysler и многих других. Были разработаны системы номенклатуры, системы идентификации, ассоциативные модели, которые сейчас мы называем архитектурой бренда. А также выполнены одни из первых в мире коммерческие проекты в области нейминга. В 1968 году агентством Ландор на Гламах был разработан фирменный стиль «Левайс», ставший одним из первых примеров того, как простая марка продукта может превратиться в комплексную систему идентификации бренда. Одновременно компания исследовала связи между визуальной и вербальной составляющими бренда, а также репутацией товара или компаниями. Ландор нанялись в пенсионистов не только по новым тогда направлениям брендинга, включая нейминг, оформление интерьеров, корпоративную печать, продукции и вывески. Успех проектов по построению бренда был обеспечен для таких компаний, как Банк оф Америка, Хэлвард Паркер, Каттон, а также нескольких ведущих авиакомпаний, сделала науку брендинга достойного внимания топ-менеджеров. Особая уникальность методологии построения брендов, распространенной Ландор, легла в основу современной индустрии бренд-консалтинга. В конце 60-х годов огромное количество самых умных и талантовых людей покинуло Липпинкот и Макуайлз, чтобы сформировать новое поколение компаний, занимающих корпоратив интенсивности. С точки зрения Тони Снепа, бывшего непосредственным участником описываемых событий, особенно значительно ослабил уход из компании человека по имени Ампач Тортугал. В дальнейшем в 1996 году вместе с четырьмя другими компаниями Ампач создал еще одного современного лидера бренд-консалтинга Enterprise IT. В середине 70-х ситуация в мире брендинга и коммерческого дизайна кардинально изменилась. В мир брендинга пришли такие люди, как Джеймс Пилдич, Теннесс Коннорер и немного позже Родни Фитч и Майкл Питерс, нестандартной и первоклассной работой, кромко заявившей о своих амбициях. Был создан новый мир дизайна, ритейла, интерьера, фирменного стиля. Росли дизайн-студии и по своим размерам, и по репутации. Рекламное агентство и дизайн-студии стали сотрудничать, а клиенты стали гораздо разборчивее. Основанное Родни Фитчем в 1972 году агентство Фитч одними из первых подошло к дизайну ритейла с позиции формирования опыта общения потребителя с брендом, учитывая при этом множество аспектов от наблюдений за тенденциями в моде и поведением потребителей в повседневной жизни при выборе товаров для создания вовлекающих потребителей продуктов и объяснений их представлений и продажи в таком окружении, в котором они станут более желанными. В течение 30 лет Фитч полностью переопределил дизайн ритейла как бизнес и социальный инструмент. Мировую славу компании Фитч принесли разработки в области пространственного дизайна, такие как дизайн-концепции бренда для торговых центров, демонстрационных залов, представительств, магазинов, формата магазин в магазине, а также визуальный мерчендайзинг для магазинов. В международной практике Фитч множество ярких проектов, целью которых стало создание концептуально нового пространства розничных сетей, которое бы привлекло большее количество покупателей и передавало бы эмоциональную составляющую бренда. Выдающаяся карьера Ротни Фитча, продолжающаяся уже почти 40 лет, включала в себя не только занятие дизайном как бизнесом, но и его высокую активность в области образования. Он является заместителем председателя Совета директоров Университета искусств в президентском обществе, президентом общества дизайнеров и арт-директоров. В 1990 году Ротни Фитч был награжден орденом СБИ за свой вклад в британскую дизайн-индустрию, а в 2005 году был включен в почетный легион и зал славы Американского института проектировщиков, торговых площадей и коммерческого пространства. Работа Майкла Питерса, основателя компании «Эдентика», коренным образом изменила отношения между дизайном и бизнесом. Его учителями были великие Пол Рент и Йозеф Альберс. В начале своей карьеры Майкл Питерс создал дизайнерский отдел в рекламном агентстве «Кольф», «Дивском энд Пир», а затем в 1970 году в возрасте 29 лет основал свою собственную компанию «Майкл Питерс энд Партнерс», которая сыграла значительную роль в переоценке упаковки в сфере маркетинга товаров для потребителей. В 1983 году он поменял свое представление о дизайне, пустив компанию на лондонскую фондовую биржу. В 1989 году годовой доход компании перевалил за отметку 45 миллионов фунтов. Среди клиентов компании были такие, как BBC, British Airlines, Redland и другие. С 1986 года Майкл стал консультантом в сфере фирменного стиля для партий консервантов, тесно сотрудничавшись с Маргарет Тэтчер по вопросам развития британского дизайна. С ноября 1990 года он был достойен награды OBE, The Order of the British Empire, за услуги в области оказания дизайнерских и маркетинговых услуг. В 70-е годы были образованы и многие другие бренд-касалтинговые агентства, являющиеся сегодняшними лидерами мирового рынка. На особое значение для понимания роли брендинга, как мощного бизнес-инструмента, стало образование в 1974 году агентство Interbrand. Именно специалистам Interbrand удалось найти связь между бизнесом и брендингом, выраженную в измеряемых и привычных бизнесу финансовых величинах. Регулярно публикуемые списки крупнейших глобальных и национальных брендов, сформированные на основании знаменитой методики оценки брендов, созданной Interbrand совместно с экспертами Лондонской школы бизнеса и получившей широкое признание в международных финансовых кругах, навсегда изменили статус брендинга. Когда мировому бизнесу окончательно стало ясно, что стоимость бренда, как правило, составляет существенную часть в общей капитализации компании, а во многих отраслях даже доминирует над всеми материальными активами, отношение к брендингу резко изменилось в самую серьезную сторону. Если раньше брендинг часто воспринимали лишь как необходимое условие для эффективной рекламы и повышения продаж, то после представленной эффективной методики оценки стоимости брендов он превратился в мощное орудие по управлению компанией и ее капитализацией. Пониманию роли брендинга все более широкой бизнес-аудитории способствовал и феноменальный успех нескольких компаний, являющихся, если можно так сказать, кинтестенцией брендинга, таких как Virgin. Слишком очевидной была сила их брендов и слишком заметен невероятность рациональной точки зрения фактически необъяснимый коммерческий успех подобных компаний, чтобы их можно было проигнорировать. Причиной успеха компаний, выстроенных вокруг своего бренда, так как и G-Virgin, BMW, Apple и The Body Shop, уже нельзя было считать только менеджмент, логистику, финансы и сам продукт или удачную бизнес-идею. В большинстве случаев этой причины был сам бренд. С тех пор количество книг и публикаций о великих брендах и бренд-ориентированных компаниях возросло. После совокупности с глобализацией рынков и жесточением конкуренции во всех областях бизнеса, это привело к тому, что в 80-е коммерческий дизайн и брендинг стали мейнстримом. Появление интернета, а чуть позже и систем электронного бизнеса дало толчок к стремительному развитию онлайн-брендинга, разработке графики и концепции веб-сайтов и так далее. Отмена государственного регулирования во многих отраслях, Слияние и поглощение компаний, реструктуризация бизнеса вызвали драматические изменения в конкурентной картине рынка и создали новые вызовы. Новая агрессивная политика мирового бизнеса, мега-слияние и мега-поглощение, глобализация, новые технологии все это сделало комплексный подход к брендингу лишь еще более эффективным и востребованным. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилась лекция. До новых встреч! До новых встреч! Продолжение следует...